Музыка Так, ну вроде как все готовы, все разобрались у нас со стримом, со звуком GV у нас меняет ник С GV Wonder Child, с GV Wind Walker Вот так вот, из Вундеркинда GV превратился, не знаю, в ходящего по воздуху, как-то так, Wind Walker Ну и вот мне ножи, карта Cobblestone Первая карта на сегодня, всего 5 карт, сейчас я их озвучу Я знаю, что вторая карта у нас Death Rain, потом Inferno, Overpass Mirage Нету Кэша, это хорошо, Кэш я лично не очень люблю, не знаю, как вы И какой-то карты еще у нас нету Вот вспомнить бы все карты, еще было бы неплохо Но я, как всегда, забываю одну Вспомню только 6 Какой-то одной карты еще нету Кэша нету, ну сейчас озвучу Cobblestone, Train, Inferno, Overpass Mirage Кэша нету И пока я буду озвучивать, вы уже сами скажете мне карту Поэтому лучше не напрягаться All of Meister Один, два Envias и берут Ножи, соответственно пистолеты, они будут начинать за сильную сторону в защите Пробуждающий вечер Вечер, ой, ветер А даст второй, да Даст второй, забыл я Старый добрый даст два Вот, на карта Которая как раз, ну нормально Я считаю абсолютно нормально Как раз две моих самых нелюбимых карты И их нету Ну даст, если честно Я люблю комментировать Играть в него не люблю Кэш я не люблю и комментировать, и играть Потому что как-то кэш для меня Просто Ну не знаю Знаете, у каждого из вас есть Такая тема Когда какая-то карта просто не симпатизирует Happy Отвечает нас за центр Ребята с команды Фнатик решили быстро сыграть нас под B Натопали, натопали Энвиасы услышали своих оппонентов И Фнатики теперь аккуратно на шифте оттягиваются Интересный вариант В итоге за у нас отвечает, а не лишь Смитц И в этот момент он пропустил довольно-таки много ребят с команды Фнатик Боковуха плюс центр Фнатики начинают действовать Смитц по-прежнему на пленте Замечает одного-второго Промахивается Играет по-прежнему на контролской базе Отстреливает Тромакса и Дживи Флуш отвечает Шокс спешит на балкон Флушка довольно-таки красный Шокси Шокси какие хэдшоты он вешает Кио остается один на один Шокси улыбается Что повесил Шокси Честно сейчас на балконе Он какую-то микроскопическую щель увидел игрока Я так понимаю в пристройке И невероятно если честно Сделал минус 1-0 Ребят с команды Энвиас Затащили у нас пистолетный раунд И выходят вперед Ну и теперь как всегда Натик попытается Затащить Акабай Первый и вторые арморы Есть пистолеты Гранаты Все что нужно Опять подходят под Б Не знаю побегут ли Или все-таки опять натопают Опять натопали Они повторяют полностью схему Своего Первого раунда Но тут-то Хэппи у нас в центре Ой-ой-ой Хэппи-то дробовичок И из этого оружия Нужно убивать Довольно-таки многих Хэппи забирает нас с Пророкса Пуша переключается На фезюшку Хэппи забирает Своего оппонента Кримс в этот момент Забрал Шокса Также погибает Все-таки Хэппи И ситуация Дрифт-3 У Фнатиков Есть граната Они могут накидать Коннектор И пройти на плен Кримс заходит Смитс Смитс немножко просел Выживает В этот момент НБК Через боковуху Давит С балкона упал Возле машинки Крутится И остается На соловмейстер Один против двоих Играет на центре И Кио Вешает Финальный хэдшот В этом раунде 2-0 Энвесы Берут раунд Многих потеряли Но фнатики делали По сути бай Вторые армуры Хорошие пистолеты Гранаты Потратили они все свои деньги Бомбы не поставили Поэтому теперь Денег нету Нужно Делать Полное эко Чей пик Кобл Я не знаю Если тут такое понятие Пик Бан Хотя наверное есть Было 7 карт Каждый вычеркнул по одной Нету кэша Нету даста Фнатики мне кажется Вычеркнули даст Скорее всего Энвесы Отказались От Чего? Кэша Ну и в итоге Вот те карты Которые есть Они играются 5 оставшихся Честно не знаю То что пикал Но могу предположить Что команда Фнатик Выбрала карту Кобл Стол Потому что Фнатики пикали Кобл Совсем недавно Против Нави Помните на турнире Где это они играли В Швеции На фрагбайте Нави играли с фнатиками Проиграли Нави 16-13 По-моему 16-12 Как-то так И Нави брали Свои карты Даст 2 Фнатики взяли Кобл Стоун Поэтому скорее всего Кобл это выбор фнатиков Трейн выбрали Энвиасы Инферно выбрали Значит фнатик Оверпасс Выбрали энвиасы Ну так сходится Действительно И Мираж Что последняя карта Как раз таки За фнатиками Ну да Четенько Я разложил Картишки Там Хэппи На центре Ох Был у него неплохой шанс Только что Убить Дживишку Но каким-то образом Не пошло Не заехал А 40-9 хп Остается у игрока Команды фнатик Бомба при этом Лежит у нас В тоннелях Пронакс Ходит Бродит с бомбой Готов Откидать флешку Своему тиммейту Вот она Моменталочка Под эту флешку Пошел ли кто-то В секретку Нет Мол оф мейстер Тем временем Как всегда Разыгрывает стандартную схему У всех команд Вот Абсолютно у всех Есть такой человек Который просто сам Выходит на бэз Этот ящик Под смачок И отцеливает флэн Кримс убивает На ски Об фнатике В большинстве Энвиасы Теперь втроем Вынуждены Тащить тот раунд Но мне кажется Это практически нереально Против фнатик Заняли шведы Уже полностью Бэп лэнд И здесь Если не тащить То отстрелили Хотя бы Энвиасам нужно Или сейвить Кримс Находит секретки шокса Я не знаю Что он там сделал Ну просто нужно было Отходить Или вычислять В этот смок оппонентов Но видимо он вычислял Просто смок развеялся И он не увидел Своего врага В итоге смитс Хэппи Двоем против четверых Смитс у нас в боковухе Хэппи красный Где-то на апплэнте Ну и в принципе На Коблсоуне Существует Довольно таки много Позиции Где можно засейвить Свой девайс Пронокс наш в те Аккуратно пока что Вычисляет нас апплэнт Где-то там он Разминулся Кстати со своим оппонентом Вот он хэппи Сейвит возле пристройки Бомба совсем скоро Взорвется Но и хэппи Никто так и не проверил Сейв от смитса Сейв от хэппи И счет становится 3-1 Энвис по-прежнему впереди Но фнатики берут Первый бай раунд за атаку Первая возможность Первый бай И сразу же фнатики Воспользовались Этой возможностью Смотрим дальше Фамас у нас У НБК 4Мки Ребят с команды Энвис 5 ик 47 Нет снайперской винтовки У команды фнатик Что же будут теперь Делать эти ребята Шокси откидывает У нас коктейль молотова В секретную комнату Фнатики втроем Подходят у нас По сучку Б Олфмейстер опять Вылазит за дальний ящик Ну и готов принимать Все так же Своих компонентов Прилетает на хэшка Энвис по-любому знает Что за деревянным ящиком Должен находиться У нас как минимум Один игрок Олф Откидывает хэшку Придстройку Начинает вычислять Прилетает флешка Энвис это все правильно делает Они уже втроем вычисляют Олфмейстера И в принципе это Может Закончиться успехом Для команды Энвис Отлично Минус от НБК Минус от Кио Остается два игрока Кримз и Флуша Вдвоем против пятерых Бомба у нас в туннелях Ну и Попытаются Фнатики Значить Кстати Фнатики могли сейчас Довольно таки Неплохо Разыграть Эту ситуацию Знаете каким образом Дело в том Что Олфмейстер Например В прошлом раунде Ух ты какая позиция Кстати интересная Олфмейстер В прошлом раунде Да Сам выходил на Б Вешал хэдшоты Энвисы Теперь укрепили Один выход Втроем И Фнатики Если бы Так логически Рассуждать Начали Они могли Действительно Сделать сейчас фейк То есть заставить Олафа Опять выходить на Б Энвисы Принимали уже вдвоем Втроем этот проход А Фнатики бы например Вышли через боковуху Или мидл И это было бы Довольно таки эффективно Или в секретку Например Втроем сварились Или вчетвером Отжали бы там У одного Чувачка Какой нибудь девайс Ну Убили бы И взяли бы скорее всего Раунд Потому что Энвисы сейчас Довольно таки Сильно рисковали Позицию не проверяют Нас в уши Это стандарт Здесь очень часто Находится как минимум Один игрок защиты Ну и НБК просит паузу Сразу Оп Вылетает У нас смит Причем это дисконнект Скорее всего Думаю ничего страшного То есть или компьютер Перезагружает Или Нужно перезайти В Counter-Strike Как-то так No DDoS Да Только не DDoS Потому что это Шоу матч Правда Со ставками Поэтому тут все Все Абсолютно все Может произойти Кстати Недавно Я читал Где-то в твиттере А Мне товарищ скидывал Интересное устройство Придумали Anti-DDoS Роутер В котором Вшит VPN сервер И Собственно Уже продается Походу Доставка по Европе В течении Двух-трех дней Правда Как всегда В Украину В Россию Заказать это устройство Нельзя Но Оно довольно-таки Удобное И удобное оно тем Что оно По сути Ваш браузерный Трафик Там Скайп Ну это вообще Можно без роутера Все настроить На самом-то деле Но Этот роутер Хорош тем Что в него Можно консоль Например Там Xbox Playstation И так далее Вставлять Ну и Тогда интернет Будет тоже через этот роутер В этой консоли Ну и соответственно Скайп Интернет Серфинг И какие-то любые Программы Которые вы захотите Они будут идти Напрямую Через VPN соединения А Ваш 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 соединение С игрой Например Counter-Strike Будет идти через Ой-ой-ой Шокси Что он делает Он просто падает Коктейль молотова Заходит в спину К троим игрокам команды Fnatic И убивает двоих Минут GV минус Ол оф мейстер Отличная работа NBK Забирает у нас Флушку Кримс делает Размен Кримс остается Один Против троих И погибает В секретной комнате В итоге счет Становится 5-1 NMS тащит еще Один раунд И у Fnatic Абсолютно Нету денег По 2000 долларов У каждого игрока Команды Fnatic Кроме Кримса И Это Глоки Ну и Кримс Наверное купит Пистолет по 250 Возможно поделится С товарищем Как-то так Ну и соответственно Про устройство Мы говорим Игра идет напрямую Чтобы VPN Никак На пинг не влияло Да То есть Ваш интернет В этом плане работает А все ваши Сторонние программы Они работают Через VPN И тогда Все хакеры Додосеры Если находят Ваш IP адрес С помощью Сторонних программ Они в первую очередь Находят IP адрес В этого VPN соединения В этого прокси сервера Так называемого Ну и Могут его спокойно Додосить Но ничего страшного Не происходит То есть Игрок Спокойно Продолжает Играть А тут Последний игрок Команды Фнатик Топронакс Действует Он на спуске Счет Стоится 6-1 НС Игрок Пока что Довольно-таки Уверенно Играет В защите На карте Cobblestone Что Что можешь сказать Про скрима Которого Овервотч Забанил Тоже Интересный Случай Но если честно Скрим Не первый Игрок Хотя Конечно же Это еще Больше Должно Популяризировать Его персону То есть Настолько Жесткий Скрим Настолько Много Хэдшотов Что Овервотчеры Банят Его за Им Скрим Не первая Жертва Овервотч Я могу Сказать Что Коллективный Какой-то Нужно Иск В суд Подавать На компанию Valve И требовать Миллионы Долларов За то Что Просто так Банятся Люди Которые Покупают Угру За реальные Деньги Смит Убивает Крим За Лавмейстер Минус Живи Остается Смит В боковухе Пронос Красный Плуж 100 Хп Пытались Снатики Быстро Остается У нас Смит Один Против Флушки Флуша В боковухе У Флуша Есть Бомба И Один Стрим Попытается Разыграть Ситуацию Флуша Замечает Кио Кина На центре Играет Аккуратно На шифте Чекает Коннектор И погибает От НБК Отличная работа Команда Энвелс Еще один Раунд Кладут Себе В копилку И у Фнатиков Опять Проблема С экономикой Теперь По 3000 В среднем Возможно Купят П250 Тег 9 Ну или Первые Арморы Цзшки И П250 Команды Фнатик Флуш С бомбой Начинается Откидка Гранат На центре Фнатик Прорывает Мидл Ну и Сразу же Живи Погибает Кстати Хорошую флешку Показал нам Только что Хэппи Об стеночку В смог Она довольно таки Эффективна Слепит Абсолютно всех Игроков Атаки Которые попытаются Быстро Пройти На мидл Ну а Фуш Не пошел Кстати Фуш Наверное Ослеп от Гранат Поэтому И не Присоединился С этим Ребятам Фуш Находит Нас Хэппи Подбирает Мку Играет Дальше Через Боковуху В этот момент Прилетает Смок В секретную Команту Много Гранат Славил Нас Шокси Даже не знаю Что он там делал А вот НБК Находит Фуш В боковухе Фнатики В меньшинстве Даем против Троих Кио Отвечает Нас За главный Мейн Под Б Ну а Смит Слышит Как минимум Одного Игрока Атак Который Пушит Центр Это Пронакс Смит 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 Сразу же Убивает Капитана Команды Фнатик Ну и Стоит Последний Игрок У шведского Коллектива Это Кримс Играет Сэмочкой Вычисляет Точку Бен И возможно Удастся Убить Тиакина Но Не судьба 8-1 Наверное Вячеслав Соберут Еще Один Раунд Сегодня Кто выиграет НИП Или ТСМ Сегодня Ой Сегодня Явно Не мой День Я уже Подсказал Одному Человеку Что Нави Должны Победить На Даст Втором Нави В итоге Проиграли Поэтому Боюсь Что Я Ничем Помочь Не могу В этом Случае Кто же Выиграет Кто проиграет Я Без понятия Просто Без понятия Дорогие Зрители НБК С АВП Хэппи У нас С Эмочкой Чекает Мидл В этот момент Игроки Атаки Начинают Аккуратно Подходить У нас На Точку Б НБК Подсадили Ух ты Какая Подсадочка От команды Фнатик Вдвоем Они Вычисляют Даже Втроем Возможно Вычисляют Главный выход На Б Ну и Возможно Удастся Завалить НБК НБК Пока что За ящиком Не вылазит Смог Уже Проходит Откидывает Флэшку У нас Тиммейт НБК И НБК Даль Зажал Убил Дживишку Кио Сака 47 Олфмейстер Просел Довольно-таки Сильно Начинает Прорывать Точку Б Кио С НБК Погибли Кримс Находят Четверых Смитс Будет заходить В спину Ну а Хэппи пытается Действовать Через перемычку Однако Фнатики уже заняли Все довольно-таки Хорошие позиции Поэтому Шансов У Энви Немного Было бы неплохо Сделать отстрел Отжать У Олфмейстера Снайперскую винтовку Ну и убить Всевозможные АК 47 Смитс убивает Флушу Забирает Пронокса Ну и теперь В принципе Можно уходить На сейв Своего девайса Прекрасно знают Фнатики Забирает У нас Еще и гранатки Что это он Смог специально Кинул Или декой Это декой Скорее всего Или вообще Флешка Не знаю Куда делась Это граната А вот Скорее всего Это была флешечка Ну такой Обманный Маневр От Нашего Калоид Нашего Смитса Да По-моему Савил именно он Мол Часто игроки Кидают Гранату В другом направлении Находят Там в одной точке Кинули в другое направление Чтобы игрок Из противоположной команды Подумал что Ну где-то там Где взорвалась флешка Наверное Бегает Наш оппонент Но не тут то было Смитса в итоге Засейвал Хотя его Так никто и не искал Киос АВП На этот момент Живет Стреливает нас Хэппи В перемычке Но Олаф Мейстер Занимается Все тем же Правда Теперь у Олафа нет Накар 47 Откидывает смог на арену Нашел интересную щель Пытается вычислить пристройку Там у нас Киокин Олаф Замечает оппонента Попадает Немножко по Олафу По Олафу Олаф мейстера Олафом Еще никто не называл Олаф Пытается Прикстрять плент Но в этот раз Не такой уж и точно Им у нас Олаф мейстера Олаф Погибает Флеш делает килл Выходя из боковухи Живи с ВП Чекает центр Возможно удастся Атрит смитца Ух ты как Грамотно действует Живи Ну и на балконе Теперь все зависит от НБК Забирает НБК Флешу Перемещается на Аплент Сидит на кантовском Распауне И Крим Смешает моментальный Хэдшот Ну а теперь Киокин Один против ДАИХ С АВП Ожидают ли фнатики Увидеть своего оппонента На балконе Или все таки нет Кио Убедел Стреляет Ну и теперь фнатики знают Где находятся соперники Кио промахивается еще раз Айяяяяя По сути это были Те шансы Те самые шансы Которые энвесы Должны реализовывать Кио Кин Промахивается Уже в который раз Четвертый Айяяя Патроны заканчиваются П250 Кио Кин Один два Тут перекрестный огонь Кио Находит на балконе Джи Ви Почему-то Кримс На не реагировал И в итоге Чуть Кио С П250 Не потащил раунд Кримс 27 хп остается Фнатики берут Раунд Четыре Раунда остается У нас Напоследок Кримс Кликс Кримс 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 Продолжение следует... 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 НС играют... С эмочками... Дефузы... И вторые арморы... Олаф Мейстер... С Глоком... Прилетает ХЕшка... 66 КП Олафа... Кио у нас с эмкой... На кубе стоит... Кио... Забирает... Олаф Мейстера... Погибает Флуша... Пронах... С Кримс и Дживи... Остаются втроем... Против пятерых... Ну и все Фнатики... Наверное... Погибнут... 11-3... Французская команда... Энвиас... В шоу матч против Фнатиков... Пока что лидирует... На карте Кубблстоун... Пик команды Фнатик... Ну и у Фнатиков по сути... Мало что получилось... За слабую сторону на Кобле... Пока что 3 раунда... Ну и вопрос возьмут 3-4... Слушай... Забирает нас Хэппи... Шокси... В секретной комнате... Пытается поменять свое месторасположение... Кио... Откидывает у нас смок... Кстати неплохой... Это смачок... Реализует его на максимум... Дживи погибает... Олаф Мейстер... Подбирает при этом НБК... Кримс откидывает коктейль Молотова... Под себя еще один смок... Ну и в эти гранаты... Попытается кого-то вычислить... Энвис в меньшинстве... Кио в пристройке... Чекает главный выход на точку Б... Олаф Мейстер неплохо попадает по Кио... Но тот выжил... Играет за плента... Олаф замещает свой тиммейт... А все время попадает... Убивает Кио заодно... Падает... И... Вроде как Фнатики нацелены на четвертый раунд... Будучи в атаке... Шокси... Один под четверых... Заходит в спину... Ну и Фнатики конечно должны подконтролить спину... Довольно таки... Простая ситуация... Втроем против одного... Знать где Шокси... Шокси подгорел... Все таки... Один от и четыре... Заканчивается у нас первая половина... Ребят пишут Рэдди... И матч продолжается... Начинается выход... От команды Энвиас... Быстрый через центр... Флуш погибает... Пронакс... Пистолетами USP... Пытается помочь... Через коннектор... Кио в этот момент... Выходит в боковуху... За деревях у нас находится... Дживи... И у команды Фнатик... Ничего в этой ситуации не получается... Энвиасы возможно... Затащат... И возьмут двенадцатый раунд... И там будет проблемно... Пронакс... Пытается помогать... Кринус погибает... Пронакс вешает хэдшот... Пронакс с All of Mater... Мостится вдвоем... И All of Mater... Заходит в спину... И не сумел... Убить своего оппонента... Из СЗшки... Пронакс... Откидывает флешку на плент... Бомба устанавливается... Пронакс понимает... Довольно-таки агрессивно... Пытается сыграть нас... Кио Кин... Выход от двух игроков команды Энвиас... И Пронакс больше... Ни в кого не попадает... Двенадцатый раунд... Энвиасы тащат пистолеты... За террористов... И у Фнатиков... Все меньше и меньше... Шансов... Сделать... Камбэк... На карте... Коблстоун... Без пистолетов... Будет довольно-таки тяжело... Сеня, что с тобой? Что с тобой, Сеня? Со мной все хорошо, дорогие зрители... А почему вы интересуетесь, что со мной? Все в порядке... Спасибо зарядке... Это Best of 5 противостояние... Кто-то спрашивает... Best of 5... Это 5 карт, дорогие зрители... Побеждает тот, кто выиграл... 3 из 5... Соответственно... Может все затянуться... А может и не затянуться... То есть... Минимум мы с вами посмотрим 3 карты... Это в том случае... Если, например, Энвиасы... Возьмут там... Коблстоун... Потом вторую и третью... И тогда... Они победители этого шоу-матча... И забирают... 3000 долларов... Но... Фнатикам... Расстраиваться не стоит... Потому что они получили... Вообще уже второе место этого шоу-матча... Зарабатывает 2000 долларов... Хотя я уже говорил... Что на самом деле... Не самое справедливое распределение призовых... Мне кажется... Что... Грамотнее было бы... Дать... Просто 5000 за первое место... Без второго... И тогда действительно... Команды бы... Ну... Выкладывались... Намного серьезней... Потому что по 1000 долларов... Ну такая уже... Более-менее солидная сумма... За... Там... 5-6 часов... Твоего времени... Скажем так... Если ты победил... Конечно... Террористы победят... Уэнви... 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 Чоу-часа... Что такое... Уэнви Чоу-часа... Игра с титанами... Сейчас глянем... Про что это вы говорите... Это у них в 12... Уэнви... Игра с титанами... В рамках фейсета... Я вижу по расписанию... Но мне кажется... Они не успеют... Потому что... Фнатики в любом случае... Я думаю... Одну карту возьмут... Да... Самым удачным... Для команды Энви Раскладе... Фнатики... Например... Возьмут одну карту... Все равно... Четыре карты... Они не успеют сыграть... Я так думаю... Ну посмотрим... Пронокс в секретной комнате... Играет с Устиком... Неплохо... Попадает на спенликею... Возле куба... Набивает... Лофмейстера... Умирает Кримс... И Флуша... Остается последний игрок команды Фнатики... Это Дживи с тэк-девятым... Подобрал... Тэк-девятый... У Шокси... Ты даже не знаешь... Как это получилось... Как же так получилось... Что у... Дживи... В защите... Тэк-девятый... Шокси... Который жив... В прошлом раунде, что ли... Или как... Живи... С тэком... Падай в секретку... Знаю теперь прекрасно... Где он находится... Ооо... Еще и калаш... Натупили немножко у нас... Парни с командой Энвес... И... Только что... Могли... Лишиться... Несколько голов... Но... Все-таки отсылили у нас Дживишку... 14-4... Покупают у нас... Парни с командой Фнатик... Общий счет... 14-4... 11 раундов Энвес взяли за КТ... 3 раунда взяли за Атаку... Ну и в принципе... Если возьмут сейчас 15... Тогда налегке должны... Брать карту Коблстону... Но карта Коблстону... Карта Дефенсов... Фнатики конечно же умеют играть за Дефенс... За сильную сторону... Поэтому... Возможно... Ну какой-нибудь легкий камбэк... Нас ждет... Хотя... Наверное карта все-таки достанется Энвесом... Хотя... С другой стороны не знаю... Никто этого не знает... Хэппи... Набивает нас Кримза... Дживи... На центре... Замещает Смитса... Перестреливает... 19 хп остается... Флуша... Убивает нас НБК... Пронс готов принимать секретную комнату... Хэппи падает в цветочку... И погибает от капитана команды... Фнатик... Энвесы решились... Троих тиммейтов... Шокси выходит Смог... Забирает Слушку... А там Дживи... Так красный... Киокин... Откидывает коктейль Молотова... На центре находит Дживи... Отлично... Ситуация 2 в 2... Киокин зашел в свой коктейль Молотова... Прилетает флешка... Олаф Мейстер вместе с Пронаксом... Вдвоем против... Киокина и Шокси... Парни аккуратно на шифте... Вышли через коннектор... Шокси получает информацию... Замечает одного второго... Перестрелял... Минус Пронакс... Один на один... Олаф Мейстер снайпская винтовка... Олаф... Промахивается... Шокси заходит нас на плент... Бомба будет совсем скоро установлена... Шокси фейкует... Чекает коннектор... Олаф вылез... И... Шокси его не заметил... Тот зашел за машинку... Не знаю чем связан этот фейк... Если честно мог Шокси сразу ставить бомбу... И отстреливать... Ну... Подумал что... Игрок сразу же... Защита будет снестись... И тогда можно будет его отстрелить... Ну... Фейканул да и фейканул... Бомба уже стоит... Олаф Мейстер один на один... Кто кого? Шокси... Олаф контролят... Знает что Шокси где-то на пленте... Бегает... И... Отличный фатзум... Как же четко и грамотно работают эти парни... Олаф Мейстер забирает нас Шокси... Фнатики берут... Пятый раунд на карте... Кобл Стоун... Но таких раундов еще у нас... Будет... Довольно таки... Много... Если Фнатики будут камбэчить... Синя Мэйби Гоу сыграем ММ 5 на 5 подписчиками... Хорошкая... Да, давай все пацаны... Дисконнект... Хе-хе-хе... Нет, подписчиками я уже играл... НБК... Обевать нас слушал... Кио... Опять же видите... У команды Энвиас есть свой стрелок на Б... То же самое... Вышел человек... Минус Олаф Мейстер... Причем... Умирает как раз таки... Ну... Помните вчера игру... Флипсайдов с поляками... Там Киберфокус выходил... Потом сам умирал... И тут то же самое... Все точно так же... То есть просто рабочая схема... На карте Кобблстоун... Когда один выходит... И четко напрягает весь плент... Пронакс остается у нас 11 в двоих... И погибает... В итоге Энвиас он налегке... Берет 15 раунд... Ну и находится в одном шаге от победы... Причем у Фнатиков абсолютно нету экономики... Нету денег... Так как они только что... Выиграли раунд... Но причем выживал всего лишь один человек... Как это был Олаф Мейстер... Который повесил тогда... Очень качественный... Фаст зум на пленте... Сеня... Как... Как так... Что Нипы проиграли только что... 1.16 флипсайдом... Ух ты... Ну это... Одна карта ребята... И это Нипы... Которые испытывают трудности... Я вчера об этом говорил... Если вы слушали мой стрим... Опять же в рамках ESL-ESA... Когда я говорил... Что вот Гитрайт выходит... На Коблстоуне... Опять же... Вы исполняете эту роль... Олаф Мейстер... Или там... Киокина Венвеса... То... Вот вчера у Гитрайта все получалось... Но на самом-то деле... Вот такая игра... Она... Довольно таки сильно привязана... К индивидуальной форме... К настроению человека... И... К тому как он себя вот чувствует... Конкретно в этом матче... Поэтому... Например... В другой день сегодня... Не пошла игра у Нипов... Вот эта индивидуальная схема не сработала... И в итоге... До свидания команда... Поэтому... Стоит конечно отрабатывать... Какие-то такие... Более... Глобальные схемы... Которые... Вне зависимости от дня недели... От настроения каждого члена команды... Могут помочь... Команде победить в том или ином матче... Но... В основном сейчас многие команды... Как раз таки отталкиваются... Только от индивидуальной игры... Победа... Победа команды Envias... Легко и просто... Они взяли карту Cobblestone... Следующая карта... Всем скоро... Небольшой перерыв... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...